здравствуйте дорогие друзья рад приветствовать вас на нашем канале сад огород своими руками и сегодня по просьбам наших зрителей я хочу озвучить весь список цветов которые мы будем выращивать в этом сезоне для чего это необходимо сделать и даже может быть надо было сделать это действительно пораньше потому что кто-то из зрителей возможно будет выращивать такие же цветы какие-то из такие же цветов которые мы выращиваем ну естественно если вы присоединитесь мы вырастим эти цветы вместе с вами и на ваших глазах чтобы поменьше особенно начинающие любители цветоводы поменьше сделали ошибок при выращивании этих видов цветов друзья алисум это традиционное растение традиционный цветок в который мы влюблены на протяжении уже многих лет выращивания знаю за два года который существует канал многие зрители попробовали этот цветок до этого не знали что такое алисум особенно алисум белого цвета это очень пахучий медовый цветок хорошо цветет легко выращивается и приятно пахнет во дворе на протяжении от зацветания до глубокой осени и даже выдерживает легкие заморозки если кто-то не выращивал алисум рекомендую попробуйте пожалуйста и я уверен вам понравится этот цветок затем друзья по просьбам наших зрителей тоже немножко предысторию остеоспермом сразу хочу назвать этот цветок ну принципе легко выращивается но в инстаграме на моей странице я провел небольшой опрос наших подписчиков кстати приглашаю вас всех тоже подписаться на мою страницу в инстаграм ссылочка будет под этим видео и я спросил друзья какой цветок вы хотели бы чтобы мы вырастили на канале из неназванных я перечислил традиционные растения которые мы выращиваем из года в год ну и наши зрители подписчики инстаграм канала попросили вырастить остеосперму и попросили вырастить примулу но примулу немножко поздновато тем не менее я уже купил семена и мы обязательно с вами вместе примулу будем в этом году тоже выращивать об этом немножко попозже и так остеосперму раньше мы выращивали несколько лет затем отказались ну в коммерческом плане он оказался для нас не совсем как бы ну точнее для наших покупателей не совсем интересным поэтому мы его немножко отодвинули в сторону друзья эустома эустома в этом году выращиваем опять относительно большое количество ну как большое все относительно конечно кто-то может быть тысячами выращиваем но здесь мы будем выращивать буквально пару сотен эустомы разных расцветок фирма садыба точнее это расфасовщик а эустома у нас pan american фирма pan american выращиваем в этом году антириум он же львиный зев ну это тоже традиционный цветок который мы всегда выращиваем виола династия точнее пенсии ну да династия виола китановские семена мы в этом году купили тоже будем выращивать виолу здесь у нас порядка ста семян но мы ждем еще посылку с большим заказом поэтому пока рано озвучивать я не знаю сколько семян нам еще пришлют друзья петунию конечно же петунию обязательно это ежегодно входит в набор выращиваемых наш нами растений и так в этом году петуния но гранди флору мы вас нам всегда выращиваем естественно гранди флора это крупноцветковая мульти флора это много цветковая помельче цветок и мили флора это мелкий мелкий цветок тоже относительно красивый ну как относительно я считаю весьма красивый цветок мили флора если кто-то не пробовал попробуйте я думаю и уверен вам понравится но мы мили флору не выращиваем коммерческом плане она тоже не совсем большой интерес для наших покупателей пред представляет итак друзья браво выращиваем frost очень хорошая петуния очень красивая нарядная ну в этом году постольку поскольку мы выращиваем немножко меньше цветов не сужая ассортимента а именно сужая по количеству но это принципе не важно для наших зрителей кто будет выращивать вместе с нами это никакого значения я думаю иметь не должно потому что без разницы вырастить один цветок или вырастить 10 тысяч цветков ну естественно только физически какие-то операции более трудные а так в плане технологий не отличается абсолютно один цветок от выращивания тысячи цветков это frost с белой юбочкой очень красивые цветы затем старый ну стар это звезды знаете наверно вот здесь может быть фотография получше будет друзья снимаю без оператора поэтому извините я так показываю но возможно видно я думаю все таки видно старые то звездочки разноцветные тоже миксы набрали чтобы пачки было хотя знаете какая бывает ситуация что в миксах да действительно вот когда-то в одном из видео татьяна викторовна говорила что бывает подмешивание какого-то цвета в сторону увеличения то ли белого больше вот в тысячной пачке предположим микс должно быть пять цветов белый красный синий розовый еще какой-нибудь но бывает такое что одного цвета больше производитель подкладывает это конечно ну не совсем честно со стороны недобросовестных производителей но такое бывает и к этому надо быть готовым покупая именно семена миксы лучше всего покупать если у вас позволяет количество растений выращиваем которые если вы сотню будете выращивать 10 именно по цветам взять отдельно 10 синих 10 красных ну и так далее по цветам сколько вы найдете ну или 100 синих 100 красных и так далее тогда вы уже твердо будете уверены вот если предположим предположим вот большая пачка 500 штучная петуния китана ну это правда тоже миксы но есть такие по 500 одного цвета то в такой пачке одного цвета никогда не было бы подмешивания каких-либо а в миксе к сожалению такое случается ну и вот в этом году мы решили из новых сортов питунью браво полярное сияние тоже интересно много читал я за питунью ваши комментарии млечный путь по моему название ну к сожалению у нас такого найти очень сложно я не нашел искал но вот полярное сияние я думаю мы вырастим обязательно затем друзья бегония но это не вечно цветущая это клубневая бегония которая затем образует клубень может зимовать в виде клубня можно в подвале и передерживать сразу скажу это семена мне подарили потому что у них срок годности немножко прошел но тем не менее как говорится мы их посеем посмотрим что с них зайдет сроки здесь заканчиваются в прошлом году по моему да а может даже раньше вот я вижу по датам изготовления это бегония ампельная шансон и все три пачки у нас ванильно-желтого цвета ну будем сеять разными способами потому что вот именно такая бегония сходит весьма плохо даже если не просроченные пачки двумя способами будем выращивать я думаю все у нас обязательно получится так петунья это все мы разобрались с этим затем тоже по просьбам наших подписчиков с инстаграма статится друзья вот такое растение есть будем тоже выращивать ну попросили люди я думаю уделим немного времени и такой цветок обязательно мы вырастим и примула но примула не было в профессиональных пачках это мелкая расфасовка честно говоря я но пока я не совсем уверен что вырастет именно с этих пачек поэтому был сделан заказ он пока еще в пути в дороге но я не стал его ждать специально чтобы пораньше снять это видео и так что нам на подходе что у нас на подходе что мы будем еще выращивать в этом году бальзамин баланс бальзамин знаете этот цветок затем тагетисы discovery бегония бадабинг бадабум это вечно цветущая как раз таки бегония темный лист и зеленый лист очень хорошее растение принципе легко выращивается так что если кто-то захочет ну вот у нас на подоконниках стоят они цветут всю зиму затем выписали вербену это обязательно каждый год выращиваем вербену тускане в этом году и об совершен вот две серии вербены выписали виолу выписали счет плюс кто и вели что я показывал газания выписали мы в дороге еще катарантус затем лобеля ривьера очень хороший синий цвет такой темный красивая лобеля кустовая это не ампельная лобеля салпиглосис но салпиглосис тоже по просьбам наших зрителей с instagram канала будем выращивать красивое растение раньше выращивали ну нам весьма нравилось гвоздика диана будем выращивать в этом году прошлом 0 или под выращивали в основном в этом будем гвоздику диану выписали примулу примулу ну ждем потому что некоторые виды цветов уже пора сеять друзья но а посеве я сегодня не буду говорить потому что мы буквально через день-два уже тоже начинаем посеять посевы и конечно же буду показывать как мы будем сеять что мы пир в первую очередь будем сеять некоторые зрители уже знаю посеяли даже друзья ну может быть правильно может быть не совсем рано сеять если не на продажу главное рассчитайте так чтобы у вас затем растения не перестаивали в стаканчиках особенно если вы занимаетесь выращиванием рассады цветов будь какой рассады в доме в доме очень тяжело затем передерживать лучше поменьше будет растение высадить его хорошем состоянии на грядку на клумбу чем она будет уже в стрессе в тяжелом стрессе из-за извините из-за перестаивания поэтому я считаю лучше не спешить присылают мне тоже на instagram фотографии в директ в личную почту показывают уже всходы я искренне рад я очень рад видеть всходы уже у наших зрителей у наших подписчиков друзья желаю всем удачи кто посеял хороших сходов ну и конечно же начнем и будем обязательно так что через день-два начинаем мы посевы кому видео было полезным или просто понравилось ставьте пожалуйста лайки всего доброго до свидания до новых встреч и хочу пользуясь случаем друзья не знаю как стоит ли выпускать отдельное поздравление с рождеством но от всей души мира здоровья с наступающим рождеством спасибо вам всем большое до свидания